Сегодняшняя церемония событие историческое, конечно, для всех вооруженных сил. Поэтому перед ее началом министра обороны встречают солдаты почетного караула самых разных родов войск. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаем, товарищ министр обороны! Закладка семитонного памятного камня, как символ начала строительства грандиозного военно-патриотического парка, который так и назвали «Патриот». И, как отметил Сергей Шойгу, не случайно, ведь, по его словам, здесь уж точно все будет пропитано. Гордостью за страну, да и самим комплексом Россия наверняка сможет гордиться. Для посетителей предусмотрены многофункциональные военно-патриотические, спортивно-массовые, культурно-воспитательные и ретационно-пропагандистские площадки. На них разместятся спортивные сооружения, компьютерные тренажеры, историческая выставка, экспозиции образцов вооружения и военной техники. Здесь любой желающий сможет прыгнуть с парашютом, пострелять из боевого оружия, полетать и поездить на военной технике. Такого в мире и правда еще нигде не было. Всего лишь через два с половиной года недалеко от подмосковного поселка Кубинка должен вырасти уникальный городок, посвященный прошлому, настоящему и будущему, причем не только всей армии, но и каждого рода и вида войск в отдельности. В военно-патриотический парк ходят сюда кластеры воздушно-десантных войск, военно-морского флота, вот здесь, в акватории озера Комсомольского, дальше кластер РВСН. И везде можно будет не только посмотреть, но и потрогать, и даже пострелять. К примеру, в зоне сухопутных войск, научившись управлять танком или почувствовать себя настоящим артиллеристом. И это не считая гражданской инфраструктуры. Рядом с армейскими кластерами планируется построить и масштабные культурно-развлекательные и деловые центры. Со своими гостиницами, концертными залами и даже океанариумом. О грандиозности проекта можно судить хотя бы вот по этому символичному указателю. Некоторые тематические зоны парка будут удалены друг от друга на несколько километров. А его общая площадь составит почти 5,5 тысяч гектаров. Для сравнения, территория парижского Диснейленда практически в три раза меньше. Так что развлечений здесь не то, что на выходные, на целый отпуск хватит. Олег Кормачев, Игорь Коровкин, Алексей Терещенко. Телеканал «Звезда» Московская область.